Привет, друзья! Мы снова вместе по вашим заявкам и по нашему обоюдному желанию. Немножко больные. Очень мне напоминает эта фразу. Мне часто, у меня часто спрашивали. Никто нас не спрашивал, если честно. Да не правда, нет. Подожди, самое частое сообщение мне в директ. Надя, вернись, пожалуйста, обратно на радио. Без тебя шоу не то. Я, естественно, все это скриншотчу. Есть такое же слово, правда? Конечно, у тебя есть любое слово. Я все это дело выкладываю у себя в сторис, в соцсетях. Тебя вот разве что не отмечают. Тогда я с завтрашнего дня, вернее, с понедельника, начну брать и скриншотить. Есть такое слово, кстати. Те сообщения, где пишут, ой, как хорошо, что Надя нет. Таких нет. Дима, вы наконец-то... Их нету! У меня галочки везде стоят, я их все сохранил. Мы сейчас выскажем то, чего вы не знали, не видели. И то, что называется, по сути дела, внутренней кухней, и обычно не показывает. Ну, а что врать-то? Мы уже столько лет с вами знакомы, что я думаю, что мы можем поговорить. Именно об этом мы решили сделать наш первый выпуск. Сегодня все тайны радиожизни, которые были связаны с нами. И мы будем задавать друг другу откровенные вопросы. Да, мы выдавим все прыщи. Фу! А ты любишь, да, такое? Нет, фу, не наюжь. Это ужасно. Я хочу, чтобы ты рассказал, почему ты ходил к генеральному директору... То есть ты вот так решила... Четыре с половиной года назад. Не сейчас, а четыре с половиной года назад. И о чем вы с ней разговаривали? Прям правду хочешь? Да. Ну, ты ее знаешь. Я знаю, расскажи. Ты хочешь, чтобы я вынес ее на широкую общественность, да? У нас будет, скорее всего, 20 просмотров, поэтому это будет широкая общественность. Моя мама, твоя мама, кто еще? Ну, мои друзья, скорее всего, твой муж, и если ты дашь... Муж не будет смотреть. Не будет, да? Спасибо тебе большое. Ты вот прям от души душевно в душу тебе. Боже, вот это мне приелось от Надежды Константиновны. Ко мне приходит программный директор тогда радиостанции нашего радио. Зовут ее Анастасия Рогожникова. Любимейшая наша. Да. Любим ее. Приходит и говорит, Дима, тебе сверху спустили соведущую. Ну, что за вранье? Это правда. Это так и было. Кто сверху-то спустили? Сверху. Спустили сверху. На чем, на канате? На голубом вертолете? Ну, сверху, в смысле, они сидели на втором этаже, а мы на первом. Поэтому, типа, сверху вот меня как бы баррикадировали девушку, спустили таким дебаркадером. А до этого я работал со Светланой Зейналовой. Вы ее знаете, да? Звезда Первого канала, веселая, озорная, красивая, талантливая, умная, знающая 15 тысяч языков. Та, которая тебе не давала сказать и унижала тебя в эфире, да? Да, да, да. То есть, как вы заметили, ничего не поменялось абсолютно. Так. А что было? И приходит, говорит, вот эту девушку попробуй. Эту девушку попробуй, там сделайте тестовое задание. Попробуй, лизни, кусни. Да, и приезжает эта девушка, значит, в отсутствии юбок. У нее нет юбок. Все, что она считает юбками, это широкие пояса. Я прилично пришла, между прочим, устраиваться на наше радио. Нет, нет. У меня были длинные, я помню, эти классные черные крышоные от бедра штаны и водолазка, между прочим. Да, наверное. Все было прилично. Короче, это было настолько травмирующим впечатлением в моей жизни, что моя память это решила забыть. Мы записали с тобой пару демозаписей, прям полный шоу, там какие-то рубрики делали, еще что-то. Это было ужасно. И мне не понравилось. И мне не понравилось дичайшее. Но это понравилось нашему руководству, и сказали, Надя остается. Я говорю, я не хочу с ней работать. Я пришел к генеральному директору, говорю, Евгения Владимировна, я не сработаю с этим человеком. Мне будет тяжело, мне будет ужасно, и я оказался прав. Только мой великий профессионализм, практически 29 лет жизни в эфире. Подожди, а что она тебе ответила? Она сказала, от тебя тут ничего не зависит. Но кажется, что было что-то такое. Может быть, что-то она еще говорила, может быть, даже уговаривала. Но память это тоже стерло, в меня плюнули, я понял, что мое мнение никому не важно. И в итоге Надежда Константиновна появилась у нас в эфире. Но Надя в курсе, я много раз ей говорил об этом, я абсолютно не стесняюсь. И она в курсе, что я был против ее прихода на наше радио. Первые три месяца были просто ужасные. Но я хочу сначала сказать про впечатление, первое впечатление, которое ты на меня произвел. Мы встречались тогда вот в подвальном помещении нашего радио, я помню. Это называется подвал. А, не переговорная? Нет, Наденька, тебя сразу не готовы были пустить переговорную. Понятно. Вот, я захожу, смотрю на тебя и думаю, боже мой, какой красивый. Стремно одет и подстрижен, но красивый. А потом оказался еще и с говнецом. Помимо стрижки, еще и характер не очень. Еще характер не очень. Своё первое впечатление у Надежды. Я посмотрел, думаю, господи, боже мой. Все, это все были. Вспоминая первые совместные три месяца, это был, конечно, полный трешняк. Потому что я выходила с работы, меня все потрясывало вот так после наших эфиров. Я думала, боже мой, ради чего это все? И очень часто, конечно, возникало желание реально вот все бросить. И в этом был я виноват, да? А как ты считаешь, что в этом ты был виноват? Вообще, твое отношение и то, как мы звучали в эфире, они были профессиональны? Конечно. Я был великолепен. Я был великолепен. Я был остроумен, я был умен, я был жесток. Конечно, потому что я привык к другому темпо-ритму жизни, к другой соведущей. И там все было очень на другом уровне шло. Поэтому и к этому уровню, к которому мы в итоге пришли с тобой вдвоем, пришлось привыкать. И я могу тебе сказать, что я в очень многом, как мне кажется, уступил. В очень многом уступил, поскольку у нас с тобой, знаешь, вот при всем том, что мы веселые, озорные, это правда. Знаете, вот сейчас шутки шутками, но я многому у Надина учился. Господи, я это вслух говорю, представьте. Я сейчас заплачу, как это мило. Какому-то веселью, какому-то еще чему-то. Я не могу сказать, то, что я приходил, орал и визжал дома тоже, и всем коллегам жаловался на тебя, что я не могу с ней работать, мне дико тяжело, и это просто катастрофа была полная. Это да, но вот это вот, знаешь, такая твоя непосредственность и уверенность в себе, которой нет у меня почему-то, не было никогда. Непрошибаемая. Да, причем, кажется, господи, девочка, ну споткнись ты уже. Ну, в хорошем смысле слова сейчас. Это не в плане там сейчас взять и подножку сделать. Это было тяжело, да. Потом я понял, что мы даже лексически с тобой звучим по-разному. И у нас разные базы, разный бэкграунд в жизни. И чтобы, а у тебя была, кстати, ужасная черта, была ужасная черта, если Надя вдруг, то ли не расслышала, потому что глухая и старая, хватит уже говорить, там уже столько уже всех подтяжек, натяжек и всего прочего, ей же на самом деле 68, понимаете. Это просто вот, это рассол. Она спит в рассоле, потом утром встает, он высыхает и натягивается лицо. О чем я говорил, я забыл несколько раз. Кто из нас старая бабка? Да, поэтому было, конечно, тяжеловато в этом плане. Если Надя, ты Надя. Мне пришлось перестроить абсолютно свою речь. Я убрал... Да, если Надя, вот, я вспомнил, ребят, смотрите. Если Надя в чем-то не понимала или не знала, что ей сказать, или не расслышала, ну я называю это не расслышала, чтобы как-то знать, но вот если, например, Надя чего-то не знала, она просто брала и отодвигалась от микрофона. Вот спокойно и аккуратненько. И сидела дальше, делала свои дела, готовясь к эфиру, конечно, подыскивая новости, еще что-то. Я спрашиваю, Надя, говорю, а в чем дело-то? Она говорит, ну если я не знаю, что сказать, почему я об этом должна говорить? Я понимаю, что ты бросаешь какую-то фишку, какую-то новость, а тебе назад пинг-понг не идет. Поэтому я стал разбираться в моде, я могу отличить монокини от бикини. Я знаю, сколько родинок на Клаудии Шифер. А так. Вот, как правильно говорить. Но это не я тебя просила их посчитать. Нет, это потому что я не знал этого, и мне пришлось гуглить, я должен был быть в теме. Поэтому я стал таким, знаете, экспертом диванной моды здорового питания, если бы вы знали. Он знает теперь ПП, БЖУ. БЖУ не знаю. Я забыл, слава богу, моя память вытерла. За несколько месяцев. Но при этом при всем, я ни разу не делала. ГВ, я знаю, что такое ГВ. А сейчас это тебе зачем информация? А вот просто я теперь знаю, что такое ГВ, и что оно закончилось. ГВ. Поэтому кто этого не знает? Началось, а, оно началось тут. Вот, поэтому да, на самом деле было очень сложно. Я при этом при всем, ни разу во время эфира, даже когда мне нечего было сказать или было обидно, не бросала микрофон и не выходила из студии. Я бросал. Ты единственный человек, с кем я работал. А я работал с очень многими людьми талантливыми. Ой, я вижу, что ты с ручкой. Не было ни разу такого. Ни разу такого. Хотя нет, один раз я бросил микрофон. Ко мне приходили, ну мы же хотели так немножко, знаете, добавить вам кухни. Это до нашей с тобой жизни, Надежда. Это было до тебя нечего к этому ревновать. Я работал тогда на другой станции. У меня был период, когда я за полгода взял что-то более 160 интервью. Это прям жестко было. Это было жестко. Были звезды и первой величины, и второй, и десятой величины. Там вся фабрика звезд была. И ко мне пришли тогда на топе популярности. Пришла Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов. Мы делали в записи интервью. И это, наверное, меня спасло. Я что-то стал там у них спрашивать. Ну, естественно, там звезды сериалов. А я не видел русских сериалов. У меня не было телевизора, как вот тогда не было, так и сейчас нет. Но я знаю, что нужно с уважением. Я как бы профи. Но в отличие от моих гостей, которые... Сейчас, секунду, подожди, мы сейчас тут ремонт делаем. Мы сейчас вот это... Ой, да ладно. Вот у вас вышел новый фильм. Да, вышел новый фильм. Говорю, что вы можете рассказать. Хороший фильм, всем нужно идти посмотреть. Это вот говорила пара двух людей. Длилась эти муки где-то минут 15. Я встал и говорю, вы знаете, интервью закончено. Я был с собой настолько тогда горд, что я, ну, по тем временам звезд первой величины просто сказал, идите вон. И это интервью в эфир не вышло. Я помню еще один такой случай. Вот ты сейчас описываешь. Ты так однажды поступала, это было при мне. Это было на нашествии. А, нашествия. Это был Сергей Чегроков. Да, слушайте, ребята, дядь Сереж, прости, пожалуйста, меня, потому что оба были виноваты в этом. За сценой в нашем эфирном штабе, в нашем программном штабе заходят к нам музыканты, которые выступают. Либо выступают, либо после выступления уже. И мы берем у них короткие интервью для нашей рубрики за сценой. Это делают все. Ну, вот кто был, ну, кто там попался, тот и садится, берет интервью, поскольку мы все в большой связке. Это большой такой стресс, большой процесс идет. И мне попадается Сергей Чегроков, мною безумно любимый, поскольку, ну, блин, чей же компания, ну, о чем мы говорим? Это песни, на которых мы росли. Надя росла на Розе Рымбаевой, ну, неважно. Даже я не знаю, кто это. Это прекрасная исполнительница советская, вот, и так далее. Короче, и мне дали вопросы, поскольку тематика у нас была, выпуск за сценой кино, и мне дают вопросы. Говорят, вот ты должен спросить про вот это. Вот, и там первый вопрос. Там, Сергей, здравствуйте, а вы любите сериалы? Вот. А тут, как бы, музыка, у него юбилеи, группы и все прочее. И он, скорее всего, рассчитывал на вещи какие-то другие. Вот я задаю, а я должен сделать это. И это интервью должно быть, ну, минуты-полторы максимум. Ибо это короткий дайджест. Я задаю ему вопрос, говорю, здравствуйте, Сергей, а вы сериалы смотрите? А мы что, сейчас о сериалах будем разговаривать? Говорит мне Сергей Чеграков. Говорит, ну, сериалы, знаете, это фильмы. Ты что, думаешь, что я не знаю, что такое сериалы, говорит мне Сергей Чеграков? Да, я говорю, ну, на всякий случай, как бы, это фильм, только, говорю, очень длинный и порезанный. Но я, как бы, уже тоже понимаю, что уже диалога не будет. Вот. И он что-то залупился, и я такой подумал, ну, а зачем зря брать и вот, ну, брать, мучить артиста? Тем более, это было перед выступлением. И я тоже прекратил интервью, поскольку, ну, елки-маталки. Но ты злой встал тогда, я помню тебя. Конечно, злой. Ты прям такой, ааа, почему он так делает? Дорогие наши музыканты, дорогие наши люди, которые приходят к нам на интервью, вам это нужно настолько же, насколько это нужно и нам. И умение давать интервью так же, как и брать его, это тоже искусство, оно тоже приходит с опытом. Если уже вы согласились, вам нужно прийти разрекламировать свой новый альбом или свой концерт, значит, помогите ведущему, сделайте так, чтобы на ваш концерт захотелось прийти. Вот что я хочу сказать. Это тоже работа, это тоже работа. Я очень много слышала истории про людей, которые имели опыт общения с заграничными звездами и вот с отечественными. И все говорят, как только к тебе попадает заграничная звезда, он сразу же включается. Включается микрофон и звезда вместе с этим, потому что его задача сделать шоу здесь и сейчас. Наши, как мы, ну не все, естественно. Не все, абсолютно не все. Но бывает, человек пришел там и в плохом настроении, и не выспался, и перенервничал, еще что-то. И в итоге молчит в эфире. Давайте скажем правду. А помнишь вот это наше прекрасное интервью, после которого нас с тобой прям трясло? Да, я хотел что-нибудь сказать, но давайте уже скажем правду. В твоей жизни тоже такое было, в моей жизни было такое, когда ты сидишь в эфире, тебе вдруг сообщают, что не стало близкого тебе самого дорогого человека. Ты доводишь эфир до конца, ты сидишь, рыдаешь внутренне, но слушатель не виноват в том, что у тебя болит голова, в том, что у тебя похмелье. Не то, что даже не виноват, он не должен этого знать. Он не должен этого знать. И у меня были такие моменты, когда я заканчивал эфир, у меня катились слезы, я тут же заказывал такси, летел в аэропорт и уже дальше попадал на кладбище. Было такое. Но если ты пришел рекламировать свой концерт, свой альбом, будь добр, работай. Плохое настроение у тебя, хороший слушатель, зритель и в конечном счете твой потребитель. И тот человек, который платит тебе деньги, он тебе деньги платит, поскольку он покупает билеты, скачивает твои альбомы, он не должен чувствовать себя обиженным, он не должен чувствовать себя виноватым. И он не должен понимать, они войдут в твое положение, они войдут в твое положение, но ты на них работаешь. И быть веселым, хорошим, остроумным, классным, это тоже часть твоей работы, часть твоего образа. Нет, уходи на пенсию. Я помню, закончился испытательный срок на нашем радио, ровно три месяца, и вот как по щелчку все изменилось. То есть, я не знаю, какой-то коннекшен мы с тобой поймали. Я помню, ты сам ходил и говорил, вот если я раньше ходил с тем гадостей про тебя говорил, то вот почему-то теперь перестал, даже защищаю иногда. Что произошло? Я понял всю безысходность этой ситуации. Мне было сказано, что Надя теперь постоянный член нашей команды, и так как я понимал, что выжить в этой душедробильной мясорубке нам будет очень сложно, я просто сказал, окей, и все. Да нет, не знаю, слушай, но на самом деле, ведь у каждого дуэта есть своя притирка. Вот некоторым месяц достаточно, некоторым неделю, у нас-то это был очень долгий процесс, и в итоге получилось, как мне кажется, слаженно. Мы стали разговаривать на одном языке, я прям почувствовал себя опять 12-летним подростком, это было так весело. Конечно, мы тут же говорили чики-пуки, хорошечно, хорошечно вошло в мою речь, от души душевно в душу, вот, вошло в мою речь благодаря тебе. Я очень много слов узнал новых, вот, ну а на самом деле, я думаю, что процесс притирки, как-то мы оба выровнялись, поняли, где наши острые углы, я думаю, было пару у нас истерик с моей стороны, что в 20 твои скрытые. Ну и ты не ответил на вопрос, по-твоему, профессионально уходить из студии, когда у тебя идет прямой эфир, когда у тебя включен микрофон, когда ты за пультом? Нет, нет, конечно, но на тот период, на тот момент, когда это было дважды или три часа, да, в моей жизни, и причем только с тобой тоже, давай, как бы. А может быть причина в тебе? Ага, ага, я работал до этого, с очень многими, ну, короче, нет, конечно, но мне казалось, что если я тогда не выйду, я могу наговорить что-то в эфир, это была вот защитная реакция, я просто уходил от микрофона, иначе я мог что-то наговорить, это было бы хуже, поэтому в данном случае это, с одной стороны, непрофессионально, с другой стороны, это профессионально. Ну, мне нужно было просто понимать, что нужно было нажать кнопку, запустить песню, и все бы сглазилось. Ну, вот я был в таком бешенстве тогда, и в таком хужестве, что... Умею достаточно назвать тебя. Достаточно, да, это было очень откровенно, ну, так получилось, да. Достаточно назвать тебя Димон. Да нет, Димон уже все беспокойно. Уже не работает. Я уже стал взрослым настолько, что мне стало поливать, как меня называют. Ты зачем прибавляешь себе возраст? Ты уже вот... Месяц. Заранее, конечно, конечно, да, заранее. Мне нужно перешагнуть этот возраст, и все. Ты тяжело проживаешь, да, вот каждый год свой день? После сорока, наверное. До сорока было прям вообще пофигу, вот совершенно. Потом стало тяжеловато. И давайте честно, ну, в принципе, давайте честно, красивому человеку стареть гораздо страшнее и сложнее, чем обычному человеку. Ты привык к другому вниманию, ты видишь другое в зеркале, и ты понимаешь, как это все уходит, и как это все меняется, и как это все вернуть уже невозможно. При условии, что у меня из кремов и уходов за кожей только пена для бритья, и даже нет лосьона... Ну, неправда. Правда, правда, правда. Нет, ну, я пару раз ходил, боток сделал, это, да, как бы, это я абсолютно не скрываю. А где, покажи, куда ты делал боток? Лоб, лоб делал лоб. И каждый раз, каждый раз, я не хочу сейчас, я надеюсь, Маша меня не видит, потому что я там хочу, может быть, после Нового года появятся деньги, схожу, сделаю лоб, у меня каждый раз поднималась одна бровь, одна бровь, вот такая вот была, и я прихожу, такой, что Наська смеется, что Седов смеется, говорит, слышишь, ты, говорит, вечно удивленный нахер мужик, такой, с такой бровью, вот, значит, надо делать регулярно, хотя бы раз в полгода, а я последний раз делал... Нет, и насколько мне известно, если у тебя вот такое после процедуры, это означает, что тебе неправильно вкололи. Ну, я не об этом говорю, что чтобы поддерживать лицо, нужно раз в полгода делать, а я последний раз делал года два назад, наверное. Да или больше, наверное, больше, наверное. Я хотела спросить, три месяца мы с тобой уже не вместе, что-то раскинул свои гаджи. Почему два, не два, а... Я сказал три. Три уже, да. Тебе сложно работать одному? Уже нет, уже нет, я очень долго, ну, я как бы очень долго работал линейщиком, потом я выбил себе такое гордое название, я единственный человек на нашем радио, чье имя является названием шоу. Шоу дня кого? То есть у меня персонифицированное шоу. Ой, я помню, другое название должно было быть. Шоу дня с Дмитрием Ленским. Вот, и просто там еще есть еще один джингл, который тоже записали, который тоже, в принципе, ратифицировали. Это Дмитрий Ленский на нашем радио. Я ни разу еще не поставил, из-за какой-то своей скромности. Серьезно? Ни разу не поставил этот джингл. Я не знаю, почему у меня стоит какой-то ступор. У меня, знаешь, у меня какой-то эффект, какой-то комплекс самозванца, да. Хотя 12 лет, Надя, 12 лет я работаю на нашем радио. 12. Это очень странно. Очень странно. Но ты себя кем ощущаешь? Вот шоу дня с Ленским, это шоу или это линейный эфир? Это шоу, это не линейка, слава богу. Я могу сам разгонять новости, я понимаю, что это не стендап, но я спокойно общаюсь с слушателями, и я к ним обращаюсь. У меня нет вот связки к песне, там вот такая новость, и вот это вот. Я могу просто рассуждать о чем-то в эфире, и я понимаю, что при условии того, что... Сейчас я похвастаюсь, но у нас у всей радиостанции выросли рейтинги, это очень круто, прям очень круто выросли, очень хорошо. И то, что мой сегмент, он не просел, он не просел. А это важно, поскольку, ну давайте честно, у нас есть утренний прайм, и есть вечерний прайм, тайм. Всегда там рейтинги выше, а тут сейчас как бы и день, и вот замена ушла ты, меняется формат шоу, меняются рубрики, и мы не просели. Это хорошо, это хорошо, я считаю, поэтому спасибо большое всем вам, зрителям и слушателям. Но, конечно, хотелось бы с кем-то, хотелось бы передохнуть, и, честно, усталость накопилась. Но при этом полтора месяца на фенебуте, чтобы немножко себя концентрировать, чтобы себя не разбредаться, чтобы держать себя в тонусе. Вот походы к психологу тоже были, поскольку все мы немного устали. И прям вот, ну конечно, ну там некоторые говорят, что это ерунда, но мне помогает брать и концентрироваться, поэтому перед эфиром забрасываешься таблеткой и идешь работать. Я тебе желаю, чтобы с твоей новой коллегой, если такой тебе выделят, у тебя не было тех ошибок, которые ты со мной совершал, потому что я все-таки... Конечно, я просто уволюсь сразу, я уволюсь сразу, не буду портить себе нервы, которые, как мне сказал, мой психолог теперь уже, вот, сказал, что оно тебе надо, вот оно тебе надо, ты все, что хотел, уже получил. Ну не было у тебя радиомании, так и не будет у тебя уже радиомании, поэтому к чему тебе еще стремиться? Ты всего достиг. У нас будет какая-нибудь премия за подкаст, есть такие премии? Если нет, мы изобретем. За подкаст, хорошая идея, давайте за подкаст, вот прям так ее и назовем. За подкаст прям просто, знаете, мне с утра такой за подкаст сегодня, да, вот, и так далее. Поэтому, да, ребят, на самом деле, ну держусь как-то, держусь, вот, но усталость есть, усталость есть, поскольку, ну я так посчитал, сколько лет, ну давай, ты же у нас программист. Я пришел на радио, мне было 19 лет. Так. Сейчас мне 46 исполняется. Сколько лет я работаю на радио? Внимание, вопрос. Да. Вот вариант. Я все-таки надеюсь. От звонок другу. Давайте 50 на 50, да? Ну короче говоря, это уже 20 с гаком лет. Скажи, ты бы сменил работу, если бы не ипотека и кредит? Ты прямо так хочешь спросить. Смотри, если бы появилось что-то интереснее, да, абсолютно, но на сегодня я люблю свою работу, без шуток, я подустал. Иногда бывает так, что ты вот выгорел, такое бывает, но потом находятся силы или напиваешься в дуплину, утром приходишь, думаешь, ты знаешь, нет, работает лучше, чем в похмелье, и получше тебе становится. Вот, если бы я нашел что-то интереснее, конечно, любой бы человек, я думаю, если бы ему сделали предложение круче, интереснее, где он будет реализовываться больше и больше денег, конечно, ушел. Опять же таки, Надежда, это очень долгий разговор, и мы с тобой можем об этом спорить и общаться с нашими телезрителями, уже в данном случае зрителями. Есть определенные обязательства и якоря. Таким якорем является ипотека. Таким якорем является мама, которая переехала, она не может жить в своей стране, она сейчас сюда переехала, и ты должен заботиться и о ней. И если я уйду, мне не с чем уйти, у меня нет той подушки, у меня нет того человека, который мне сможет немножко помочь, я бы смог, к примеру, какое-то время просто собраться с мыслями и выздороветь, в конце концов, психически. Это очень печально, на самом деле. Это очень печально, и нас реально выжимает жизнь. Потому что вот так бац, и жизнь закончилась. Да, да, и она заканчивается, и она заканчивается. Я это понимаю, я как никто другой понимаю, что жизнь заканчивается. Но, к сожалению, у меня есть обязательства, которые я вынужден тащить, и я их тащу. Нет, для кого не секрет из моего ближайшего окружения, что я давно хотела уйти с радио. И ты тоже это знал, мы с тобой это много раз обсуждали. Это вопрос, который был у меня в голове уже, наверное, даже больше года. И я, если честно, в какой-то момент просто поняла, что я всё, я переросла. Я вот, я наелась радиожизни, и я хочу больше. Сколько лет было, сколько лет, получается, сколько тебе хватило? Смотри, 7 лет я проработала в Волгограде на радиостанции, по-моему. Ну, или около, я уже не помню, это было в прошлой жизни. Абсолютно в прошлой жизни, да? И 4,5 года на нашем радио. Ну, то есть это больше десятки. Это больше десятки. Хочется чего-то больше, другого масштаба, что ли. Ты в какой-то момент понимаешь, что достиг потолка. А что дальше? Какое развитие возможно дальше? И когда ты осознаёшь, что никакого, а в нашем случае было именно так, то ты начинаешь ходить на автомате, на работу. Ты тогда приехал, и, по сути дела, ну, прям без поиска работы, да? Ты сразу раз, и вот твоё... Я за неделю нашла работу. За неделю нашла работу. Скажи мне, пожалуйста, мы об этом уже говорили, и я тоже готов это подтвердить. Совпали ли твои ожидания от столичной радиостанции с тем, что ты увидела по факту? Мы оба с тобой начали свою карьеру в провинции, где многое приходилось делать самим. Я был там и программным директором. Надя, я даже начинал работать, когда не было музыкального редактора. У нас были диски, у нас не было компьютера, и мы песни ставили с диска. Каждая песня через inside replay у нас была такая штука, ты даже не знаешь, он старше, чем ты, и умер раньше, чем ты, ты сам родилась. Вот, и мы так крутили с дисков. И тут я приезжал, и думал, боже, они такие профессионалы, боже мой, я приезжал, и я понимал, что ёлки-маталки, тут настолько бывает иногда пофигизм полный, и ты прилетаешь с горящим глазом, тебе хочется что-то делать, что-то творить, а это не надо, поскольку, знаешь, как говорят, вот если что-то работает, не надо его перестраивать, не надо его улучшать. Вот я с этим очень часто сталкиваюсь. И вот это касается, я на нескольких радиостанциях работал в столице, и это везде такое есть, к сожалению. Я уверена в том, что каждый человек должен заниматься своим делом. Вот если ты работаешь, ну, допустим, на телевидении, то ведущим, да, вот ты постоял в кадре, прочитал там текст, который тебе написали или ты написал, да, потом это всё идёт, там, я не знаю, к монтажёру, тебе записали звук, всё нормально, ты не контролируешь эти вопросы, максимум на выходе. Осветитель, оператор, звуковик. Как минимум трое. Максимум на выходе ты уже контролируешь всю работу и там просишь внести коррективы. Мне кажется, что вот так должно быть везде, но когда у тебя интервью, мы сейчас берём наше радио, да, и тебе приходится контролировать все вопросы, у тебя нет выпускающего. Знаешь, я когда услышала принципиальный момент, что Бон не сидит за пультом, я подумала... Это прекрасно. Умничка. Вот это звезда, я подумала. Умничка. Вот как так можно вообще? Не умеешь, что ли? Ну, что это такое? Почему не научили человека? А потом оказалось, что это самое правильное и грамотное, что может только быть. Ну, я согласен с которому полностью, да. Вот. Потому что человек, ведущий, он не должен думать о всех технических нюансах, которые возникают в течение эфира. Я согласен. А нам с тобой приходится об этом думать, мне приходилось, и я не считаю это правильным. Правда, когда у тебя интервью, допустим, несколько человек, с которыми нужно вести диалог, беседу, которым надо задавать вопросы, слушать, что они отвечают. Слушать, что они говорят. Походу, очень часто всегда возникают новые вопросы, и часто все идет не по плану. А тебе надо сидеть и думать, так, у меня сейчас тут вот в это время должна выйти реклама, здесь мне надо эту кнопочку нажать, здесь вот так вот надо все увести. Двумя руками, кстати, да. Потому что у нас сейчас очень прикольно. У нас, допустим, фейдеры, которые отвечают за выход песен, находятся под правой рукой, три микрофона находятся под левой рукой, два микрофона находятся теперь уже вот под третьей рукой. Я не знаю, как это, ну, как бы третья грудь, помнишь, да, в фильме, в фильме, да, я сделала, что мне было, видите, мы как робот, у нас есть кнопка, я могу выключить ее кнопку. Вот, плюс у меня еще есть подложка, которая должна идти, то есть у меня, у меня получается, вот, ну, как минимум, ну, больше десяти фейдеров может отработать. И ты должен все это успеть в единую секунду выключить, убрать звук, потому что гость может чихнуть, пукнуть, потекнуться, ты сам можешь что-то не то сказать. Поэтому ты работаешь, конечно, на таком, ну, как-то ты делаешь все, да. А если, не дай бог, какой-то сбивка в программе, что очень редко бывает, это слава богу, но такое тоже бывает, и ты должен параллельно говорить, найти что-то, поставить. В это время ты еще что-то читаешь. Написать сообщение инженеру. Ребята, придите, потому что у меня полный звездец. Ха-ха-ха. А в это время, а вы знаете, давайте будем с вами разговаривать о правильном питании. Ха-ха-ха. Не ешьте курицу гриб. Ну, ужасно, конечно. Ну, смотри, мы с тобой об этом во всем размышляем, всегда при этом ходит слух, что вот, а на другом радио, вот у них есть выпускающий, который все за них делает. Ты говоришь, Европа Плюс, Европа Плюс, у них работает выпускающий редактор, Камеди, у них работает выпускающий, более того, у них есть редактор, у них есть звукач, который сидит, они просто сидят и ведут. То есть, темы у них даже не, а они разрабатывают темы. Кстати, хочется передать привет Камеди. Да. Бладит воровать у нас темы. На этой неделе у меня были очень удачные темы, и мне просто присылали скриншоты, там, это самое Казебода, вот тут взяли у меня, Guilty Pleasure, то есть, я веду в понедельник, у них в среду идет вот это Guilty Pleasure. Мы все 4,5 года это наблюдали. Я молчу про рубрики. Да, но это, ну, не чуть важно. Вот, но у них есть выпускающий редактор, но на всех других радиостанциях я работал один, всегда за пультом был, всегда был. Вот смотри, с одной стороны ты думаешь, от такого большого холдинга и от такого имени тебе хочется, да, чтобы это все было? Конечно, конечно, да. С другой стороны, мы с тобой сейчас полтора часа выставляли здесь освещение, мы сами пошли и купили петлички, да, ну, ты сама сходила, купила, у меня нет денег. Да, мы выставили, вот тут, вы бы видели, друзья, как это все выглядит. А мы-то покажем потом. У нас только один штатив, еще с тремянкой детский столик, чтобы разместить все телефоны. Пеленальный, пеленальный столик, второй телефон, третий телефон держится скотчем, звук пишется на четвертый телефон, но мы живем богато. У нас четыре телефона в студии. Благодаря тому, что мы с тобой получили все эти навыки, мы все это можем теперь сами осуществить, и мы независимы в этих вопросах. Да. И спасибо большое за это тоже. Хотелось бы зависеть. Ну, хотелось бы, да, чтобы кто-то контролировал, там вообще пишется, нет? Да, я сейчас посмотрю, да, давайте я хочу про Найка Борзова рассказать. Нет, мне до сих пор спина болит. Не рассказывай. Вот я хочу рассказать. Как только упоминаешь Найка Борзова, у меня боли в спине, так тяжело. Да. Интервью было хорошим. Интервью, да. Интервью было хорошим, но Надя зачем? Видеоотстойное. Но Надя зачем ты решила? Не Надя решила, Надя послушала нашего прекрасного программного директора, Настю Рогожникову, которая сказала, «О, идея для видео, вот, пожалуйста, пускай он на тебя запрыгнет сверху, а ты споешь, я маленькая лошадка». Надя была, ну вот, примерно такой же, может быть, даже чуть-чуть худее. Ты, кстати, что-то раздобрела, вес нам брала. Ладно. Короче, Надя худая, Найк Борзов, в принципе, это тоже, ну, Найк, мы очень тебя любим, правда, очень тебя люблю. Он выглядит маленьким, если честно. Он выглядит маленьким, он худючий, он реально худючий, у него вот такие маленькие ручки, он весь тоненький, весь такой субтильный, но когда он прыгнул на Надю, у Нади позвоночник просыпался в трусы, причем вместе с Найком, потому что я вижу, вдруг падает Найк, а Надя становится при ее метр девяносто ростом, все меньше, 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 тридцать нога, да, вот, зачем мы это делали, не знаем, но вот такие факапы тоже в нашей жизни были. Мне, на самом деле, Настя потом писала, она очень распереживалась, потому что она поняла, что не надо было этого делать. Не надо было, да. Мы оба с тобой зачем-то согласились, ты такой, делаем? Делаем, конечно. Я всегда с тобой соглашался, потому что спорить с тобой невозможно. А ведь на самом деле, мне очень часто тебе приходилось, ну не то чтобы заставлять, но вот прям заставлять что-либо снимать, какой-либо контент. Я помню одно из моих самых любимых видео, когда мы с тобой на Чартовой дюжине в прошлом году нереально круто одеты, у нас образы были шикарные с тобой. И я говорю, давай мы вместе с залом устроим такой флешмоб, споем немного песни, попросим их включить фонарики на телефонах. И ты вот как-то вот не хотел до последнего, вот буквально уже возле сцены наш выход и надо уже это объявлять. А ты такой, ну нет, я не хочу, я стесняюсь. Вот что это такое? Я не знаю. Это стеснение? Это какое-то стеснение. Я не могу сказать, что это прям какой-то внутренний комплекс, хотя, наверное, тоже это есть, но как-то кажется, что кто мы такие, чтобы заводить зал? Сейчас вот после нас выходит, не знаю, там группа Алиса, еще кто-то. А что мы будем там заставлять людей какие-то вещи делать? Как-то все это вот странно и очень неловко, понимаешь? Вот. Плюс вот есть какой-то этот тормоз у меня, реально. Я не знаю, откуда это берется. Я знаю, что ты меня когда-то была, ввела со мной первый раз в чартовую дюжину, когда мы выходили на сцену, я был в каком-то костюме, в красном, в клеточку, в очень ярком. Тоже классные образы были. Артем Шаров, это наш с Надей Краш, я абсолютно не боюсь, я в камеру смотрю, наш Краш. Кстати, Темку поздравляем с рождением ребенка долгожданного, очень тебя любим. Вот, прекрасный, совершенно музыкант, который, ну вот он появляется, делает праздник. И в эфире, и музыка его веселая, классная, разнообразная. И он приехал в желтой шубе, там есть очень долгая история насчет этой шубы, что это был плед, они как-то случайно его унесли, просто позаимствовали его в отеле где-то, из этого пледа сшили шубу, и вот я должен был выходить в этой шубе. Там стали говорить насчет геи, не геи, я говорю, да пошли вы все нафиг уже, мне уже было весело, я был в красном костюме, на боссу ногу туфли, вот, и в желтой шубе, но на сцену я так и не вышел, кстати. Что-то вот есть это, понимаешь, потому что у нас довольно жесткая публика, и если ты будешь как-то выделяться, не быть таким, как все, тебя могут, конечно, вот сказать, а что вообще выпендриваться, вот мне кажется, что у нас есть такое, хотя в последнее время я вижу наших людей и наших слушателей, да они моднявее меня, понимаешь. Это правда, и ты знаешь, вот по поводу жесткости нашей аудитории, я однажды общалась со своей подругой, которая недоумевала от хейтерских комментариев в наш адрес, да, там заходишь, не знаю, в какую-нибудь соцсеть нашего радио, и там наша с тобой публикация, которая веселая, задорная, и там вот прям, да ты такой, да ты такая, да они ужасные, она говорит, почему, ведь это развлекательный контент, почему они так жестокие, у тебя есть ответ на этот вопрос? Это вот именно наши такие или просто в принципе люди в интернете из себя что-то вот становятся монстрами? Мне кажется, да нет, наверное, все-таки это, знаешь, на самом деле их стало гораздо меньше, с моим уходом сейчас вам больше, все хейтеры ушли вместе со мной, да нет, на самом деле их стало, как мне кажется, меньше, но мы и как бы перестали что-то выкладывать в соцсети, причем не только нам доставалось, но и всем нашим коллегам, а они были менее, скажем, задорные, менее откровенные, Надя молоденькая, я с ней дурачился, тоже прям почувствовал себя пацаном, бегали-прыгали и ясное дело, что ты же взрослый дядька, что ты так себя ведешь, что ты там дурачишься, там что-то в рот засовываешься, что ты жрешь? Что ты в рот засовываешься? Ну я просто, мы что-то там то ли мороженое ели, я ничего не засовывала в рот. Сюрфстреминг я ел тогда, сюрфстреминг я ел, это ужасно, это так и называется, запах рыбы был по всему офису, ну не важно, и ребятам тоже достается, и мы, честно говоря, ведущий, у нас была такая фишка, если мы за это ничего не получаем, ни больше подписчиков, ни возможности как-то это монетизировать, еще что-то, зачем мы должны подвергаться хейту? А вот эта вот анонимность, которая в принципе и с одной стороны прекрасна в интернете, когда ты можешь ну вот что-то там под ником, под анонимностью, если нас сейчас этого лишат, то мы будем под полным колпаком любого государства, но мы и так в принципе этого лишены, это мнимая анонимность, но я же не буду писать там после каждого хейта, Ленский, ты там дебил, ты там сука, ты там и так далее, там маты-перематы, вот брать и выяснять, кто это, вот хейтеры, я конечно делать не буду, и вот эта вот безнаказанность делает людей почему-то жестокими, вот казалось бы, будь добрее, будь добрее, если тебе что-то не нравится, это твое личное... Отпишись. Отпишись. Всмахни вверх. Скажи, а ты вот в силу того, что меня не будет, ты ведь не будешь готовить никакие образы, там чтобы эффектно выглядеть на сцене? Скорее всего нет, скорее всего нет, потому что в этом нужна поддержка, а когда... Ну ты ведь один не будешь выходить, скорее всего, тебя поставят, наверное, Седовым, Скорее всего, да-да-да-да, я думаю, что их ко мне поставят, поскольку идет утреннее шоу, потом дневное шоу, и раз они рядом со мной, значит они вместе с дневным шоу, поэтому шоу дня просил бы, шоу дня с Дмитрием Ленским. Смотри, на самом деле, я помню, когда Чартова дюжина, и ты вышла тогда в плаще и в купальнике, в монокине, да, это монокине, ну короче, в боди, в боди, в таком боди, ну прям секос, секос прям полный. Я помню, как все стояли, охреневали, а что Епифана вообще охренела, оборзела, что она делает, да что она вообще не понимает, и насколько хорошо тебя принял зал, ты вышла нагастая, красивая, высокая, яркая, просто в таком сексе костюме, вот, все остальные по сравнению с тобой смотрелись смешковатым и унылым чем-то. Но мы мотивировали на самом деле наших других коллег тоже что-то делать, потому что когда мы с тобой где-то за неделю сказали утренним коллегам, что мы кое-что подготовили эффектно, они тут же сразу засуетились, хотя не планировали этого делать. Да, да, и на самом деле так и должно быть, это прикольно, это праздник и для нас самих еще, поэтому в принципе Надежда как раз вот и делает, все эти короны, которые делал и все прочее, это у наших коллег вызывает шок, я поражался смелости, поскольку ввиду вот этого комплекса, который говорил, да зачем вот это все делать, вот зачем, ну вышел спокойно, объявил по взрослому, деловому и ушел вот без вот этого пафоса, какого-то ажиотажа, такого мардигра, без этого всего, Надя это делает и вот в этом я плане сказал, как раз вот ты меня поразила тогда, я, наверное, немножко у тебя учусь, не совсем еще борюсь, смог с этим побороться, но вот учусь этому, что да блин, это классно, это весело и нужно получать удовольствие здесь и сейчас, если я хочу выйти вот в таком наряде почему нет. Но если ты захочешь в боди выйти, у меня уже два есть. Нет, спасибо большое, Надя. За те три месяца, которые я не находилась на нашем радио, я поняла, чего я хочу, я хочу визуализировать наши образы, я долго думала, хочу ли я создавать что-то вместе с тобой, я поняла, что да. Я до сих пор думаю, но ты уже здесь уже. Блин, я рано сказал, надо дослушать ответ до конца, так. Вот, мы хороший дуэт, и это правда, так себе люди. Люди, да, люди, конечно, с душком. Да, скажи, что у меня нос заложен. Поэтому, Наденька, я безумно рад, что у тебя, что ты решилась на это, я очень надеюсь, и спасибо тебе, что ты видишь меня рядом с собой в плане творческого союза, и дай бог, чтобы у нас получилось, я очень надеюсь, что твоего сейчас вот решимости, твоей, как и всегда, твоего движка внутреннего, который у тебя есть, и который может фонтанировать, его хватит, и на меня тоже. Да, спасибо, что ты будешь этим паровозиком, а я уж точно поверь мне, буду тем, как ты псом, ну, чур я собака. Но меня это бесит, честно, правда, отправляешь ему сообщение с планом действий, два дня тишина, ой, я только увидел, а висит, недавно был в сети. Да, потому что в Телеграме есть очень много интересных каналов, которые не включают тебя. У нас еще очень много тем, которые надо обсудить, поэтому... Очень много, хорошо, что мы сейчас галочки сделали. Спасибо тебе большое, я правда, ты знаешь, это будет сейчас первый раз в жизни, и мы встали выше камеры, и нас никто не видел, что было. Пока, друзья.